Доброе время суточек! Вы на канале Анжелика Семерякова. Я нахожусь с орать и пришла ответить на комментарий по поводу моря. Комментарий был по поводу рог Морькины. У моря кривые рога и один рог у нее может врасти в голову. Я сейчас покажу, как у нее находится рог. И если у кого-то рог, у какой-то коровы рог врос в голову, это не значит, что у нашей коровы тоже должен рог врасти в голову. За этим смотрит муж. Он рога ей подрезает. Я вам сейчас точно покажу, как это все выглядит. Вот видите, как сделан рог? Он у нее немножко загнутый. Он даже не достает. И муж постоянно ей обрезает. Один рог вот так вот сделанный. У нее растет прямо, а другой загибается к глазу. Но неужто бы муж не стал ей обрезать? Вот как она стоит. Не стал бы обрезать ей рог и давал бы ему врастись. Муж у меня же тоже не ребенок. Он понимает, что рог может врастись в глаз. И он за этим каждый раз смотрит, насколько отросся, насколько, как надо отпилить. У него есть пилка небольшая. Морька спокойно стоит. Он ее фиксирует вот за этот скоб. И она стоит спокойно и дает спокойно срезать рог. Море мы купили. Она уже была с таким рогом. И мы ничего и не исправим. Ломать же мы не будем ей рога. Какие есть рога, такие и есть. Когда мы ее покупали, нам бабушка сказала, что рог сбила корова. Но уже мы потом дома рассмотрели. Скорее всего, он, наверное, такой изначально и был рог. Мы как морьку купили, привезли домой. Муж сразу подпиливал. Рог близко к глазу. Он сразу его подпилил. Там было в сарайке темно сильно у бабушки, когда мы ее покупали. И мы много чего не заметили. От головы и до спины, вот до сюда, вся холка была лысая. Мы это тоже в темноте там не увидели в сарайке. Она была лысая, одна кожа. И на этой коже был, знаете, такая, как перхоть черная. Может быть, высохла. Смотрите, что это делает. Там бой не идет, там дерутся. Мы это тоже не увидели. Мы увидели уже дома, когда ее поставили на привязь. И шея тоже была у нее вся приплешенную. И у меня дома был мазь. Ям, кажется, называется. Ям, да. Як или ям. И я ей вот этот хребет мазала. Мало того, она еще к себе даже и не подпускала. Ее, походу, там били. И она боялась от каждого взмаха. Она боялась и метлы, когда начинали в стайке подметать вилла. Она шарахалась от каждого звона. Это вот она. Потом уже, наверное, год. Да. Год она уже такая смелая стоит. Смотрите. Мамочка лежит, сыночка. Это уже год она сейчас смелая стоит. Она вообще-то так умница. Она одна из коров приучена, чтобы у нее задних копыт... Вот видите, она сейчас накакала и стоит в этом... В своих какашках. Она задние копыт разрешает обметать метлой. Это я пришла управляться и сразу дому расскажу. Обеденная управка. Она одна из коров. Девчонки тоже дают обметать, но морька даже, она бывает и как бы немножко на весу задние копыта держит. А по поводу рог, ну, конечно, мы за этим смотрим. Что ж, мы на своей животиной будем издеваться. Вообще, я считаю, что... Ож, если Бог дал ей такие рога, то пусть они у нее такие и будут. Срезать. Вот маленечко кончики обрезаем и все. А убирать рога мы совсем не собираемся. Я вообще люблю, когда у коров очень большие рога. Я вот других блогеров смотрю. Мне прям не очень нравится, когда большие рога. Мне кажется, это прям достоинство коровы. Они такие сразу матерые, с такими большими рогами. Нам дочи-то заставили в прошлом году подпилить рога. И то мне было жалко. Но я просто понимала, что она там защищается, не подпускает к себе никого рогами. Вон они, какие у нее рожища. А есть вообще рога у коров, такие как стогометы. Здоровые-здоровые. Вот в белянке чуть-чуть тоже кривоватые. Я вообще считаю, что Бог дал корове ямки, выемки, хребет не такой. Ну, значит, так природа распределилась. Сука уже у нас. Она уже у нас два раза отелилась. У бабушки, когда купили эту корову, бабушка вообще нам сказала, корова воду не пьет. Нужно давать только одни помои. Мы с мужем так посмотрели, как корова воду не пьет. Наши вот коровы за раз три ведра выпивают. И три раза в день по три ведра. Девять ведер. Ну, пусть там когда-то не допьют. Ну, в принципе, я всегда выпиваю. И нас, говорит, одними помоями ее надо поить. Но мы так переглянулись с мужем. Как корова может воды не пить? И где столько помой набрать? У меня же нету столько... Она говорит, посуду мыть и поить корову вот этими помоями. Так как у нас нету помоев со стола, ну, в чем мы посуду... В посуду я под краном мою. И у меня, соответственно, нету этих помоев. Мы поставили воду, положили ей соль. Она соли тоже ни разу не видела. Она... Поставили ей воду. Она с такой охотой пила эту воду. Положили соль. Она лизала соль. У нас, у нее самый такой большой кусок, каменную соль ложили. У нас соль ходуном ходила. Если у всех коров еще соль лежала там подолгу, она за месяц ее не то что слизывала, она ее прям грызла. Зубами сгрызала ее. Вот она у нас прожила. Она нам принесла бычка. И через... На втором году она нам принесла двойню. Бычка и телочку. Вообще, корова умница. Она понимает, что такое лечиться. Конечно, она боится уколов, но она все равно будет стоять. Делайте с ней что хотите. Копыто подрезаем. Она понимает, что такое копыто подрезать. Если, вот, например, с дочей, можно повоевать, чтобы копыто подрезать. А это поднимет и будет держать ногу, чтобы копыто почистили. Так что я не думаю, что там такая уж большая проблема с этими рогами. Просто, наверное, муж тоже боится, наверное, больше захватить, подрезать. И так кажется, что нам ближе к глазу этот рог. На самом деле там... Море, дай посмотрю. Море. Вот так вот, если смотреть, то до глаза очень далеко. А что у нас еще по новостям? Коль я уж в сарайку зашла. У нас по Репьевскому сельскому совету бруцеллез. И бруцеллез у нас от 29 ноября. Бруцеллез не в нашей самой деревне, а 5 или 6 километров от нашей деревни. Это Новоматково. Сейчас у нас карантин. Вот представляете, люди все рассчитывали на декабрь месяц на забой КРС. И раз такая картина. У нас бруцеллез. Бруцеллез у нас от телят. У нас там в Новоматково фермеры ближнего зарубежья. И они вот по осени завезли телят. Маленьких теляток. И все. И там выявился бруцеллез. И теперь все. Мы сидим на карантине. И как бы я с ветеринаром переписывалась, что нам делать-то. Мы как бы собирались быка забивать в декабре. Он мне сказал, у вас проблем не будет. Я приеду, выпишу справку, все будет нормально. Я понимаю, что он еще возьмет, наверное, кровь, а потом выпишет справку. А вот та деревня, которая, где нашелся бруцеллез, там, там будет, наверное, карантин долго. Бруцеллез, это же инфекция. Она же еще и собаками разносится. Я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Приедет, возьмет анализы. Хотя у нас вакцинация два раза в год. Опять же, непонятно. Как перевозили бычков? Без справок, что ли? Их что там, кровь не брали? Все-таки дорога. Их же откуда-то везли. Видать, явно, или с Казахстана, или с Алтая. Откуда-то оттуда все довозят бычков. Как это все перевезли, вообще непонятно. Одному богу известно. Ладно, что-то ролик у меня сильно длинный получится. Я вас... Я надеюсь, что я ответила на комментарий по поводу рог. Я вас всех благодарю за просмотр. Море. Море. Море умница. Давайте поглажу. Давай. Давай. Видите, она неженка. Она неженка такая. Но, но, мое солнце. Она очень нежная. Она даже... Давай. Она даже бывает своей головой в ноги уткнется, чтобы ее жалели. А вот морда нахальная. А это белянка-обезьянка. Вот вредина. Сейчас я вас почешу. Сейчас. Сейчас я возьму массажку и почешу вас. Вот. Все они наши любимые. За всеми мы ими смотрим. Надеюсь, ответила на комментарий. Всех благодарю за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok